Вечером 27 августа на 252-м километре трассы Сургут-Салехард погиб человек. Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции Янао, водитель Тойоты совершил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на дорогу. Потерпевший скончался до приезда кареты скорой помощи. В ноябрьске юные вандалы портят чужие машины. Инцидент попал на видео, его выложили в одном из местных пабликов в соцсети ВКонтакте. Автор сообщения указал, что это произошло во дворе по улице Цоя. На кадрах видно, как дети пинали то один, то другой автомобиль, дергали дверные ручки. А у серой иномарки хулиганы и вовсе пытались отломить боковое зеркало. Житель Ярсале наказан рублем за угрозы в адрес представителя власти и его близких. 14 апреля этого года автоинспектор выявил нетрезвого водителя снегохода. Мужчину отстранили от управления транспортным средством. Правонарушитель в ответ в агрессивной форме высказал угрозы применения насилия в адрес полицейского и его семьи. Суд назначил неадеквату штрафа в размере 130 тысяч рублей. В Тюмени следователи возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре трех человек. Возгорание произошло накануне в многоэтажке по улице 50 лет в ЛКСМ. В квартире на четвертом этаже сотрудники МЧС обнаружили двух малолетних детей и юношу 18 лет без признаков жизни. Их пытались реанимировать огнеборцы, но прибывшие врачи констатировали лишь смерть. Из задымленного подъезда на свежий воздух вывели двоих жильцов дома. Возгорание ликвидировали 18 специалистов и 6 единиц техники. Одна из версий трагедии – неосторожное обращение с огнем. Работников нефтегазового предприятия в Югре уличили в мошенничестве. По версии полиции, мужчина и женщина, работающие в коммерческой организации по бурению и эксплуатации скважин, похитили из бюджета фирмы свыше 1 миллиона рублей. Они вносили ложные сведения в табеле учета рабочего времени сотрудников, а начисленную за несуществующие часы оплату присваивали себе. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире.